Всем большой привет! Я думаю, пора снять очередную серию с запасиками моими. Чтобы многих не отвлекать, не нервировать постоянными роликами с запасами, я решила их чередовать с моими обычными роликами. Поэтому я думаю, всем будет хорошо, и кто ждет запасики, дождутся следующей серии. Те, кого раздражают запасики, есть что посмотреть. Сегодня я хочу не просто показать запасы, а сама лично еще перебрать вот эту именно линейку. Это уход за лицом. Кремы я сюда не буду добавлять. То есть, все, что у меня по уходу именно кремы, сыворотки за лицом, я уже разобрала, убрала. А вот умывалки, скрабы, тоники, термальные воды. Вот это я хочу посмотреть, что у меня и в каком количестве. Умывалок у меня, мне кажется, слишком много, и я хочу вместе с вами с ними разобраться. Так, первое. 100 мл. на Ваш. Отличное средство, насколько я знаю, от Reflame. Это у нас... Давайте искать, что это у нас. Так, скраб. Скраб для лица. У меня сейчас скраб 3 в 1. Я думаю, как только он закончится, надо вот эту вот красоту достать будет. Чтобы зазря она не стояла. Средство отличное. Чтобы работало. И то, что я хочу, как только у меня закончится пенка, которую вы видели уже на донышке. Я хочу от Tony Moly добавить следующую вот такую умывалку. Здесь, мне кажется, 150 мл. Ну, в общем, вот эта умывалка от Tony Moly мне ее присылала Аш из Америки. Оксаночка Потс. Я хочу прямо с огромным удовольствием ее использовать. Что у меня есть еще из умывалок? Вот есть гель для умывания от NU очищения. Борется с возрастными изменениями. Вы знаете, вот такие вот средства, их в запасах лучше особо не хранить. Просто у меня, благодаря посылочкам, скопились они в запасике. Но гели для умывания тратятся не так быстро. И поэтому с ними справляться чуть сложнее. Три пузатика у меня есть. Первый от Reflame. Тоже, смотрите, гидра вот эта. Вот классная такая. Она в крапинку, там вкрапление. Это, по-моему, тоже гель для умывания. Да. Отличное тоже средство. Я знаю, что девчонки хвалят. Я надеюсь, успею до всего добраться. Еще один гель для умывания ромашковый, очищающий. Это от рецепты бабушки Агафьи. В каждом 150 мл. Смотрите, они какие красивые. И голубенькие, и желтенькие. Сейчас я еще одну симпатягу покажу, зелененькую. Гидровежитали. Это от Ифраше. Тут, по-моему, 125 мл. Чуть поменьше. Но тоже средство отличное. У меня от Ифраше были уже в умывалке. Пользовалась с огромным удовольствием. Нравилась. Далее. Это мы только начали с вами. Вот это отличное тоже средство. Так. Увлажнение комфорт для всех типов кожи. Тут идет крем-скраб для лица, шеи и зоны декольте. С экстрактом солодки. 100 мл. Но буду в своей очереди ждать. И воспользуюсь. Давайте скрабы чуть в стороночку. Следующие умывалки тоже от Арифлейм. Вот из этой линейки. Это с Алоэ Вера. Это идет у нас тоже гель. Да, тоже гель для умывания. Ай, не надо падать. У меня их, я говорю, много. Но гели для умывания я делюсь с сестренкой. То есть мы вдвоем пользуемся. И еще одно с ароматом малинки. Как я понимаю, средство для умывания. Единственное, что сестра у меня любит только те гели для умывания, которые смывают макияж. Вот у нее обязательно должна быть вот этот пунктик, чтобы смывала макияж. Так, и еще одна большая бадья, которая ко мне только-только приехала в такой символический подарок от Avon. Там за 30 рублей что ли. Это скраб для лица. Очищающий скраб для лица. Мы его поставим вот в эту сторону, потому что вот они у меня тут. Три скраба получаются. Далее. Так, не перепутать. Дальше у нас есть вот такое средство. Чтобы это могло быть, мы сейчас посмотрим. По-моему, в коробочке красоты ко мне приезжала. Так, вы видите? Сахарный, увлажняющий, гиалуроновая кислота. Вау! Ну, в общем, вы увидели, да, что это такое. Надо будет еще посмотреть способ применения. И буду использовать. Интересно. Видите, какая новинка есть. Так, как бы мне тут камеру-то обнять и к вам не вылезти при этом. Так. Следующее средство уже, вот как и это, приехали в коробочке красоты. У меня из коробочек очень много умывалок скопилось. То есть, я ими активно пользуюсь, когда есть возможность. Но, тем не менее, смотрите, сколько еще собирается. Гель для очищения кожи, увлажняющий шелком. 85 мл. Этот гель идет, по-моему, из мануфактуры-то, как она называется. Олеси Мустаевой, да. Ежедневное деликатное очищение кожи лица. Ну, в общем, вот еще один гель получается. Я сейчас там залезу, подтяну. Гель для лица Эксфолиант. Мягкий очищающий. Это та же Олеся Мустаева. Тоже приехала в коробочке красоты. Меня часто спрашивают, зачем я заказываю так много коробочек. Я их не заказываю. Девочки ко мне коробочки приезжают на обзор, как блогеру. Поэтому коробочки даже приезжают без предупреждения раз в месяц. Я только потом уже вижу, на какую тему приехала коробочка. Поэтому приезжают, пользуюсь. Когда у меня лишнее, отдаю близким. От Органик Китчен. Шоколадный маффин. Питательный гель для умывания. Органический белый шоколад и свежее кокосовое молочко. Мне его уже съесть захотелось. 100 мл. Открывать пока не буду. И освежающий сухой скраб для лица. Царевна Улыбашка. А вот это давайте я вам открою, покажу. Потому что сухой скраб для лица, это такая красота приятная. Я им уже пользовалась. Видите, он реально сухой. Вот так выглядит. И им приятно пользоваться. Такое натуральное. И не портятся такие вещи сухие. Поэтому не страшно, если лежит в запасе. Дотянулись. Далее. Еще один скраб от чистой линии. У меня с абрикосовыми косточками было 3 или 4. И второй вот у них у чистой линии есть с малинкой. Тоже было 3, наверное, или 4. Но, в общем, у меня из посылок именно приехало 6, 7, 8. Примерно вот таких. И, знаете, у меня остался последний. Чему я несказанно рада. Очень долго я им, конечно, пользовалась. Но вот они у меня наконец-то заканчиваются. Следующее средство. Ой, у меня тут еще много. Много, но они уже малышки. Маленькие. Я очень люблю тестировать малышек. Они такие вот, видите, мини-версии. И заканчиваются быстрее. И приятно использовать. По 30 мл. Тоже от Арифлейм. Это вариант уже для поездок хорош. Первое, по-моему, гель. Нет, скраб. Вот этот скраб. А второй у нас идет, наверное, гель. Да, гель для умывания. Ну, в общем, вот такие вот два средства. Будем использовать их. Ну, с ними проще найти время использовать. Гидровежиталь от Ифроше. Вот есть большая версия, есть маленькая. Единственное, что они чуть-чуть разные. Вот этот, видите, белый. Тот такой зеленоватый. И в этом 30 мл. Давайте поближе покажу. Очищающее видно. Это земное увлажнение. Вот такой. Ну, тоже в поездке. Скоро лето. Поездок будет больше. Так. Моющие средства для лица и тела. Вот так выглядит. У меня из этой линейки и шампуни были, и молочко для тела было. Вот еще, видите, очищающие средства есть. Тоже потестируем. От Гималайя Херблс. Увлажняющий крем для умывания с алоэ вера. Он такой перламутровый. Тоже маленькая версия. Удобно брать с собой. И вот такие умывалки хороши. Вот, вы знаете, я сейчас в сауну хожу, посещаю. Тоже вот можно брать туда. От Биаре. Увлажняющий кель для снятия макияжа. Вот. Это очень хорошо. Такую красоту я жадиной сестренке не дам. От Ифраши. 30 мл. Средства. Давайте тоже поближе прочитаем вместе. Скраб. Видите? Тут скраб. Ну, так как у меня скрабов, вы сами видите, осталось не так много. С этим проще. Это я все использую сама. И последнее маленькое средство. Осталось понять, что это. Ну, раз стоит в гелях для очищения, значит, вот тут вижу онли. Наверное, что-то тут с маслом связанное. Но я потом переведу, посмотрю, что за продукт. Ну, вот тоже, видите, мини-версия в запасиках. Что у меня находится еще в этом контейнере с умывалками? Это очищающая маска для лица. Она в запасе. Это только что приехала ко мне в подарок. У меня точно такая же открытая. Поэтому это пока спрятанная. И для интимной гигиены у меня в запасе 4 средства. Вот эту я сегодня, сестра, пыталась у меня заказать от Avon. Надо будет ей дать. Пусть она пока пользуется. Потому что у меня есть свежесть на весь день с соком алоэ-экстрактом ромашки. То есть вот эту я отдам, скорее всего, раз у меня много. Очень люблю вот эту пенку. Она у меня остается. Пусть будет. Эту не дам. В подарок ко мне приезжала в посылочке от девочки. Жидкое мыло для интимной гигиены содержит молочную кислоту и экстракт ромашки. Вот такая новинка от Рубль Бум. Наташенька, спасибо. И еще одна от Avon. Точно такая же, судя по всему. Как большая версия. Но это уже в дорогу, в поездке она у меня стоит. Удобно. Так, все. С этим мы с вами закончили. Давайте смотреть, какие у меня есть разные тоники. Так, я чуть поближе к себе поставлю контейнер, потому что у меня сегодня спину прострелила и я на больничной. Тоник, который я взяла вот только, честно, ради принта вот этого, успокаивающий для сухой кожи. Взяла в фикс прайсе, не могла пройти мимо. Сейчас там еще новинки есть, но я уже стойко держусь и не беру. Так, вот такой тоник с киской. Также у меня есть от Green Mama. Сейчас пыль мы с вами протрем. От Green Mama, вы знаете, я сейчас один использую для сухой кожи. А этот для жирной кожи я его на лето оставляю, на самую жару. 300 мл. Мне обычно такого объема хватает на 3 месяца. Мелисса, ромашка и чабрец. Так что буду его использовать летом. Следующий. Сейчас я попробую еще тоник найти какой-нибудь. Вот, матирующий тоже тоник от Avon. Для комбинированной и жирной кожи. Тут есть тальк, его нужно как следует будет встряхивать и использовать. Ну, тоже буду пользоваться в более теплое время года. Наверное, летом. Так, наверное, вот так сюда затолкаем. Далее. А дальше, наверное, я буду уже, что попадется под руку, но, так знаете, кучковать. То есть, вот тоников, получается, мы тут 3 поставили в уголок. Следующее средство у нас мицеллярная вода. Мицеллярки я очень люблю для снятия макияжа. Прямо вот одна из моих любимых средств. Давайте я сразу салфетки покажу для снятия макияжа. Салфетками я мицеллярными пользуюсь в основном. Смываю свой час рук. Либо, ну, если уж совсем надо, там, в поездке, либо в сумочке, если там вдруг тушь потекла или еще что-то. То на такой случай в сумочке у меня, бывает, катаются вот такие одиночные версии. Вот видите, есть от Биаре, от Сифора есть одиночка. Это вот хорошо. Особенно в зимнее время, когда действительно может тушь потечь или еще что-то. Космия или космия. Не знаю, как правильно. Ударения тоже мицеллярные. И вот у меня заканчиваются сейчас от Фаберлик. Кислородное дыхание для снятия макияжа. 15 штук здесь всего. Ну и заканчиваются тоже на сводчах. Следующая мицеллярная тоже вода. Это новиночка. Фаберлик от Вербена. Я пока только спрятала ее. Купила на тестирование, но убрала. Очищающая мицеллярная вода от Эйвентру. Ну, троэффект. Тоже не использовала. Стоит. Но я ее буду, наверное, использовать, вот если когда начну тоник. Чтобы они как-то вместе работали. От Клеерскин. Освежающая кислородная мицеллярная вода для всех типов кожи на каждый день. Вот такая есть от Эйвентру. Тоже, по-моему, она была новиночкой. Я ее взяла на тестирование. Так, два тоника. Даже лосьоны тоники. Один ухаживающий для сухой чувствительной кожи. И для жирной лосьон тоник матирующий. Я всегда беру тоники и для жирной, и для сухой. Потому что есть лето, есть зима. Для меня это важно. Я говорила, что кожа нормальная. В одно время склонна к сухости. В другое время склонна к жирности. И поэтому, как это есть, так и то. Так, теперь то, что если вдруг что-то вскакивает, разные прыщички. Ну, обычно это в летнее время, либо предопределенными женскими днями. У меня всегда есть пропеллер. Сейчас у меня от Клеерскин. Открыто я вам показывала. Уже там меньше половинки осталось. Но очень долго у меня такие лосьоны, тоники, спиртовые. Этот не спиртовой, хотя, но он все равно более такой жесткий, можно сказать, для кожи. Хотя этот без спирта. Но от прыщей хорошо помогает. То есть у меня вот остался такой. И еще спиртовая розовая вода тонизирует, освежает кожу. Вот такая есть. Ну, она уже на спирту и ждет в своей очереди, когда что-то закончится. Ну, скорее всего, тот от Клеерскин, если закончится, то будет в помощь эта. Так, следующее. А следующее от Ивана. Вот у меня последнее осталось двухфазное средство. Вот сейчас закончится от Флоресан. Открою это. И надо будет купить еще одно какое-нибудь в запас. Потому что, когда это закончится, по достойке макияж будет смывать нечем. Вот оно всего одно у меня. Хорошо удаляет макияж с глаз. Но это обещания, по крайней мере, такие. И ухаживает за ресницами. Обещает даже заботиться о чувствительной коже, не травмировать. Поэтому от Ивана, кстати, если я не сказала. От Турьяш мицеллярная вода. 100 мл. Даже, по-моему, с термальной водой. Да, на основе термальной воды. Для чувствительной кожи лица и контура глаз. Вот такая мицеллярочка есть. И есть еще Асофейс. Так, что это у нас? Наверное, тоже мицеллярная водичка. Да. Вот такая. Это в коробочке красоты. Вот такие вот варианты приезжают в коробочке красоты. От Виши у меня есть термальная водичка из коробочки красоты. И от Турьяш. Две штучки. Тоже термальные воды. Но они мне нужны в летнее время, когда жара. Сейчас у меня тоже есть термальная вода открытая. Мне ее достаточно. Кстати, большая версия. И в запасе осталась у меня одна. Это гель для рук. Кто со мной гуляет во влогах, знают, что у меня в сумочке всегда есть такой гель. И кто наблюдает, там осталось уже совсем немножко. Видимо, часто мы ходим по разным общепитам. И скоро у меня в сумочку пойдет этот гель. И надо будет купить еще один запас. Так, с этим мы разобрались. Посмотрели с вами тоже. И последнее, что я вам сейчас покажу в этом ролике, чтобы уж так, знаете, все до кучи. Это дезодоранты, спреи и... Ну да, и разные освежители вот, типа вот таких. От Avon. Ну, так, первый. Пленительная ежевика и ваниль. Все они, эти лосьоны для спрея. Ой, заговариваюсь. Все лосьоны, спреи для тела от Avon спиртовые. У меня их несколько штучек. Давайте я вам с них и начну. Следующий. Ваниль и сандаловое дерево. Вот, кстати, этими лосьонами я стала пренебрегать и не пользуюсь. Чаще я стала ими протирать только компьютерную клавиатуру. Но, думаю, лето будет, я ими опять воспользуюсь. По крайней мере, знаете, я бывает сижу пока за компьютером, бывает так в потолок брызну. И вот оно оседает и приятно пахнет. Сладкая слива и ваниль. У меня такой сейчас открытый в использовании. Еще один нежный инжир. Освежающий они все. И... Роза. Роза и персик, по-моему. Вот такая водичка очень приятная. Это все подарочки. Один подарок был милый жасмин от Фаберлик. Пока не использовала. Стоит. Для ног. Открытые не принесла. Показываю только то, что закрытые. Охлаждающий лосьон спрей для ног с экстрактом кокоса. И в запасиках еще с грибфрутом, по-моему. Вот, нет, цитрус и мята. Ну, грейпфрут нарисован. И еще есть такой же открытый. Далее. Давайте большие дезодоранты покажу. Это то, что я очень люблю запасаться. От Adidas у меня есть антиперспирант. 0% спирта. Это то, что я уже очень люблю. От Невея. Жемчужная красота. 48 часов защиты с экстрактом жемчуга. Следующий от Горнье. Нео. 48 часов. Сухой спрей с мягким распылителем. Еще один от Горнье. Антибактериальный. Даже 48 часов. Позволяет коже дышать. Вот такой. И еще один от Невея. Черное, белое, невидимый. 48 часов. Вот такой еще один. Так, давайте мужское мы тоже не забудем. От Акс. 48 часов защиты. Вот такой есть мужской дезодорант. Мужской у меня есть Old Spice. Очень приятный аромат. Он еще закрытый. Лезет, лезет. Из маленьких дезодорантиков у меня есть от Avon. 48 часов. Вы знаете, вот не люблю я их. Но я их покупаю. Зачем? Не знаю. Вот как вижу, новинка или еще что-то. Зачем-то я их беру. От Faberlic дезодорант. Вы знаете, больше взяла. Мне очень понравились желтые цветочки. Но в отличие от Avon, тут меньше шарик. И он не течет. А у Avon большой шарик. Вообще, знаете, как надо. Чтобы сильно, как мы говорим, мокрые подмышки. Долго не сохнут. Вот так вот он стоит у вас хранится. Один раз опустили. И вот этого количества, которое здесь попало на шарик, его достаточно, чтобы нанести. Если вы будете распределять, держа кверх ногами, то слишком много средства выходит. И тогда действительно мокрые подмышки. Ну, то есть, если без шуток, то так она и есть. Отдав. Вот такая новиночка есть. Этот приезжал ко мне в подарочек. И недавно я купила, хотела купить новинку женскую. Но в каталоге были перепутаны коды. И мне приехала новинка мужская. Но он хорош для черного и белого. Защита. Так. Теперь давайте я вам, знаете, что покажу? Самое последнее. Это то, что сейчас из дезодорантов в использовании. Зачем я это собрала, я не знаю. Но, тем не менее, вот почему-то я тоже это все притащила. Открытый от Фа. Который мне совсем не нравится. Потому что он слишком насыщенный. Не должен дезодорант так ярко пахнуть. Травками, муравками. Для интимной гигиены дезодорант, когда закончится, надо будет это отметить. Потому что он мне не нравится. Я им задыхаюсь. Еще не пользовались. Но вот в использовании уже поставлен для ног дезодорант. Уже жарко на улице и ноги, мужские, по крайней мере, начинают в обуви потеть. Открытый, но не так часто пользуюсь. Это кремовый сухой дезодорант от Гарнье. Его тут осталась, может, половинка. Пользуюсь медленно, но вот пользуюсь. Летом мне его было недостаточно. А вот в зимнее время неплохо работает. Полюбила очень-очень сильно от Карлайн из Израиля. Ко мне приезжал этот дезодорант от Лерочки. Очень приятный аромат. Хорошо работает, нравится. Прямо вау. И вот этот дезодорант от Упс. Приезжал в коробочке красоты. Я его открыла, но почему-то я им не пользуюсь. Надо его настроиться и начать. Он, видите, какой интересный. С пульверизатором. Так, вот как им пользоваться? Я даже еще вообще не начинала. Я не знаю, как им пользоваться. Видали? Это был спецэффект. Но вообще, мне кажется, сломанная какая-то. Вот, смотрите. Приезжал в коробочке. И он туда проваленный как-то. Видимо, надо будет вот так открывать и вручную. Но я им ни разу еще не пользовалась. Вот, хотела вам показать. Да. Вот это сломанная штука. Получается, надо будет еще и откручивать. Ну вот. Кто-нибудь пользовался такими? Напишите, потому что я его что-то побаиваюсь. Может, напрасно? Так, мужской шариковый. Вот такой восьмой элемент. Открытый у моих мужчин. И дезодорант у меня стоит. Вот такой вот природный. И я им тоже как-то не пользуюсь. То есть первое время я им пользовалась. Надо мочить вот этот кристалл. Вводить по подмышкам. Вроде ничего не происходит. Но в то же время он защищает от пота. Вот. Это от Тиандэ. Он у меня уже давно. Он не заканчивается. Вот он всегда вот такой вот камушек. Ну, как бы вот этот. Не камушек, а минерал. Не знаю. Время от времени я им, конечно, пользуюсь. Ну, вот он и стоит, и стоит в ванной комнате. Все. Показала я вам все свои запасы. Теперь можно спокойненько прятать. Сейчас сроки годности еще проверю. Чтобы в очереди как-то у меня оно все встало. Ну, думаю, тут много только умывалок. Дезодоранты. Это нормально. Я их прямо сама лично вот эти покупала. Не так давно вы видели в покупках. Они за лето все уйдут. Это нужная вещь. Скрабов нормальное количество. Ну, вот только умывалок многовато, конечно, для меня одной. Надо будет с сестренкой, с подружкой, может, поделиться. А тоники, спреи, это все нормально. Это быстро уходит у нас у девочек. Пусть будет. Спасибо огромное всем за внимание, за просмотр. Спасибо, что остаетесь со мной. Спасибо всем, кто остается тактичными. И вежливыми в комментариях. Даже когда исправляют, исправляют по-доброму. Это очень ценится. Спасибо. Всем приятного настроения. И всем пока.